Секреты, пасхалки, интересные моменты, неотмеченные локации, очень много любопытного, что вы, возможно, упускали в Skyrim Special Edition. Всем привет, друзья! Меня зовут Сакиров Иван, это мой канал Мистер Гэд! Вот да, как всегда, поехали! Конечно, главное событие для меня, это я сходил по грибам. Да, есть влог, ссылочка в описании, там не только я пособирал, показал вам, какие грибочки я беру, но еще приготовил, так что знайте. Морские призраки Я думаю, вы знаете, что в игре Skyrim очень много разных легенд, которые очень часто сбываются. И узнаем, как правило, мы об этих легендах в книгах. Из-за книг мир стал более живой. Он погружает больше. Ну, согласитесь. Ингл и морские призраки. Не спорю, вы, наверное, читали. Но давайте я чуть-чуть напомню. На море Изеромор схватился с морскими призраками. И буря насиловал вдоль изрезанных берегов. Четыре недели не унимался шторм, но... Наконец выдохся. К следующему рассвету холодный прибой выбросил ладью Ингла. Однако, мстительные морские призраки уже забрали самого Ингла и его соплеменников. И кто же это такие морские призраки? Хм... Очень давно мне о них писали, но я никак не мог встретить. И тут... Смотрите! И как же круто, друзья, находить что-то новенькое для себя, мне кажется, для многих из вас спустя пять тысяч часов, когда ты специально что-то тут ищешь. Боже мой! Мне ребята об этом писали уже давным-давно. Вань, посмотри, посмотри. Но, блин, я бегал, я бегал. Это территория, где ничего нет. Ни-че-го! Смотрите. Замок Валкихар. Причал, да. И я тут все осмотрел. Когда-то вот там вот далеко я нашел островок, где растет один послен, косточка. Ну, что-то очень странное, да? Потому что вообще ничего. И только недавно я задумался, а что если сделать... Гоу! Вот так вот. И мы видим на компасе врагов. И с воды появляется нежить. И скорее всего, друзья, это те самые морские призраки. Или же отсылка на них. Ну, подумайте. Как много вы знаете врагов, которые выходят с моря? Притом, черти где? Да. Угу. Угу. Хитрость первого уровня. Или же с ранних этапов. Давайте назовем вот так вот. Я думаю, вы знаете, что здесь за неотмеченная местная карта. Да, я уже несколько раз его показывал. Еще напомню, это самая масштабная, самая богатая неотмеченная местная карта. Почему? Потому что здесь несколько оружий. Да, вы знаете, что по всему Скайриму разбросаны кинжалы, булавы, одноручная, двуручная. А здесь и двуручная, и одноручная, и кинжалы, и булава, и все это. После 30-го может быть эбонитовая. Но! Что же такого вы могли не знать? И какая тут вообще хитрость? Скажете вы мне, друзья. А я вам скажу, что я дополню этот секрет. Мы просто-напросто бежим дальше. А то неотмеченное место, некий наш ориентир. Мы спускаемся с горы. Это некое дополнение. Прикиньте, как круто. Там, во-первых, у кошечек можно взять книгу навыков. На этом месте еще одна книга навыков. Очень много оружия. Посох всегда на любом уровне. Огненных шаров, портфельчик. И еще, друзья. Это не все. Ориентир кораблик. Бежим прямо на него. Вот здесь мы останавливаемся и смотрим налево. И еще один. Тот самый бонус. Тот самый интересный факт. Который можно взять даже на самом первом уровне. Да, здесь уровневое оружие и шлем. И средний сундучок. С разным случайным лутом. Массовый паралич. На втором уровне. Серьезно? Такое бывает? Видимо, да. Это локация Потемы. Друзья. В которую вы будете в любом случае. Но это все можно залутать из первых. Ай. Ай. Погоди, 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 погоди. Зараза. Не труба. Хрен сажай. Хрен сажай. Мара. Что же такого любопытного она скрывает? Это богиня любви и сострадания. Плодородия в игре Skyrim. И в древних свитках. Немного информации с Вики о Маре. Мифология, друзья. Мара. В славянской традиции женский мифологический персонаж, связанный с сезонными обрядами умирания и воскресания природы. Мара, ночной демон, призрак в скандинавской и славянской мифологии. Мара в буддизме демон персонифицируется как воплощение безыскусности гибели духовной жизни. Мара в латышке мифология богиня, опекующая коров. В некоторых случаях она совпадает с мифологическим образом Девы Матери. Ну что? Что вы могли не знать о статуе Мария в игре? Skyrim. Я думаю вы, как и я, не обращали внимания на чашу. Вот эту вот. Если мы посмотрим на нее. А в чаше, друзья, изображен Skyrim. Да, это очень искаженно. Но если мы сравним с стандартной картой, все сходится. Это Skyrim. Это та самая мелочь. Приятная мелочь, на которую я не обращал внимания. А Дмитрий Лебедев мне ее прислал. Спасибо, друзья. Спасибо, Дмитрий, что прислал. И, блин, ну, приятно. Приятно, когда находишь что-то, на что ранее вот не обращал внимания. А вы, друзья, замечали? Случайная встреча, которой у меня никогда ранее не было. Как все было? Я начал готовить билд-гайд Электромант. Многие уже посмотрели, если что. Ссылочка в описании. Я сбежал с Хелгена, вышел и остановился. Я пошел попить чайка. Почему? Потому что в Special Edition у меня весь клуб творчества. И как только выходишь, эти квесты начинают всплывать. Меня это немножечко раздражает. Я жду, пока они все всплывут, все эти квесты активируются. И только потом продолжаю. Я ушел, возвращаюсь. И тут мне навстречу идет Вилот. Тот самый, который не должен был уйти с Хелгена. Но, судя по его странной, мягко говоря, походке, это какой-то баг. Что-то случается. Да, такое бывает. Бывает, это же Skyrim. Но, друзья, как только я к нему подошел, я немножечко обалдел. Потому что... Да? ...у него есть диалоговое окно. Где можно узнать что-нибудь о магии. Коллеги в Винтерхолде. Наверное, ты туда и направишься. Что ж, я тебя удерживать не буду. М? Да, да, это баг-встреча. Но даже она говорит о том, что, скорее всего, разработчики рассматривали вариант оставить его в живых. И мы могли подойти, и он бы рассказал о гильдии магов. Скрытый секретный эффект. О котором вы, возможно, не знали. Я вот только узнал. Офигеть. Ребят, я думаю, вы знаете, что в Ирискарим очень много предметов, одежды, где есть эффект, но он не пишется. Угу. Остров Солстейм. Воронья Скала. Шахта. Жрец Закрисыш. С него мы снимаем маску. Маска Закрисыш. Увеличивает сопротивление электричеству на 50%. И урон от электрических заклинаний на 25% усилен. Очень крутой и уникальный модификатор молний. Точно такую же можно найти и огня, и льда. Вы это прекрасно знаете. Но, возможно, вы не знали, как и не знал я, если на вас одета маска, молния озидала, огонь или лед, ну возьму молнии, и вы зачаровываете оружие или броню, например, эбонитовый топор, зачарование мне сотня, великий камень душ и, смотрите, огонь. 51%. Понятно. Холод 51%. Ясно. Электричество 63%. Да, маски усилят стихийный бонус на 25%. Это нигде не пишется. Нигде не пишется. И взрыв мозга, друзья, происходит, когда мы берем Дукана. Это холод. Это холод. Угу. Теперь. Я наношу на сталгримовый меч, а это еще 25%, камень душ великий, холодом. Тут у нас 51%, электричество 51%, 80%. Скайрим всегда удивляет. Каждый раз я узнаю о Скайриме что-то новое и стараюсь делиться с вами. Спасибо, друзья, что поддерживаете. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Внизу ссылочки на группы Телеграм, Инстаграм. Если интересно, милости прошу. Всем огромное спасибо за внимание. Пока.